Тимур, вот есть компании, и это могут быть не только медийные компании, которые ставят целью не зарабатывания денег, а не нон-профит, они ставят целью информировать, обучать и развлекать, как это полагается медиа, но при этом, естественно, наращивать свою аудиторию. Что им делать, как им двигаться дальше, как получать тех слушателей и зрителей, которые, может быть, даже и не знают, что на этих площадках есть контент, который им будет интереснее. Ну, вообще, в принципе, я бы, наверное, в первую очередь советовал, конечно, обратить внимание на социальные медиа. Очевидно, что даже тот же самый «Голос Америки» или «Радио Свободы», кстати, «Радио Свободы» в первую очередь, очень хорошо начали в свое время недавно, я думаю, год-два как максимум, начали использовать социальные сети и неплохо в них продвигаться. У меня недавно коллега мой, Султан Сулейманов, из издания «Т-Жорнал», написал очень хорошую статью о том, каким образом в социальных медиа, в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте и прочих площадках, продвигаются как раз-таки различные медиа. Там, включая «Реа Новости», «Газеты Ру», «Лента Ру» и прочее, прочее, прочее. И там есть как удачные, так и неудачные примеры. И, наверное, в принципе, первые какие-то попытки «Радио Свободы» я бы причислил скорее к удачным примерам того, как они продвигаются. Но самый главный посыл здесь заключается в следующем, что нужно избрать свой какой-то определенный стиль и понимать, что, конечно же, социальные медиа являются не всего лишь маленьким отростком от того контента, который дают новостные или же социально-политические медиа. Очевидно, что это не должно быть просто заголовки с каким-то кратким описанием новостей. Это должно быть общение с читателем, потому что именно социальные медиа, в первую очередь, позволяют читателям делиться друг с другом информацией. Вот здесь есть один нюанс. Одно дело, форум на сайте, например, «Голос Америки» или «Радио Свобода», где на статью публикуют свои отзывы посетителей. Но это закрытая экосистема. Вот именно. Другое дело – это социальная сеть, в которой существует как единица этой социальной сети какой-либо медиа, опять же, «Радио Свобода» или «Голос Америки». Что делать там? Как там работать? Вот уже существует Facebook, Twitter и так далее. Что делать там? Дело в том, что очевидно, что там нужно придумать определенный свой стиль. Это может быть все, что угодно, начиная от красивых, каких-то интересных шуток и картинок, которые вполне возможно, что вашей аудитории могут не понравиться. Но при помощи разных попыток теоретически можно попробовать выработать свой стиль. Что именно писать? Каким тоном общаться со своей аудиторией? Это дается, к сожалению, особенно в российских социальных сетях, только с помощью проб-метов, различных ошибок или хороших удачных опытов. Это может быть совершенно по-разному. Часто даже очень одинаковые примеры, которые работают у одних СМИ, точно так же в социальных медиа у других СМИ не работают. Вот буквально сейчас рядом с нами, Светой, идет довольно большой семинар по аналитике интернета. Я хотел спросить Тимура, Тимур, как можно проанализировать вот такому медиа, как «Голос Америки» или «Радио Свобода» свою потенциальную аудиторию, зная, ну, чуть-чуть зная Рунет, зная социальные сети? Как можно понять, куда пробираться? Ну, вообще, конечно, это довольно сложный вопрос, потому что очевидно, что подобного рода исследования, они или дороги, или очень сложны, если их делают практически вручную. Но, например, есть такие сервисы, как Social Bakers или подобные им, которые занимаются исследованием интернета, и с помощью них теоретически можно примерно понять, какая именно аудитория заходит к вам на вашу страницу, например, в Фейсбуке, или же там в ВКонтакте, или, например, в Твиттере. То есть, конечно, это довольно сложный процесс, но при помощи анализа вот сторонних компаний, или же самостоятельно, по крайней мере, Фейсбук точно дает такие инструменты, можно примерно проанализировать, какие люди к вам приходят. То есть, мужчины это или женщины больше, как возраст, где они живут, какая у них геолокация. Можно также понять не только страну, но и зачастую, например, осознать, в каких городах. То есть, может быть, например, вас слушают или смотрят только в столице. И, очевидно, тогда, конечно, нужно делать больше упор на регионы, или, наоборот, закрепляться больше как раз-таки в столице. Вы занимаетесь пиаром и, скорее всего, довольно чутко реагируете на то, что именно задевает тех, кто воспринимает информацию. Что больше, если брать продвижение именно медиа, что больше цепляет аудиторию? Информация, поданная беспристрастно, спокойно, без следа автора на ней, что называется, но зато компетентная и полная? Либо, что называется, персоналити, то есть, личность, подача и так далее. Вот что сейчас важнее? Я думаю, что, в принципе, важно все вместе. Но самое главное, наверное, здесь является, конечно, момент. Потому что в век интернета, когда новости разлетаются в тех же самых социальных медиа, важно, в первую очередь, не упустить момент. Потому что часто те люди, которые умудрились первыми сообщить о какой-то новости, которые умудрились эту новость подать правильно в те же самые социальные медиа, и умудрились ее подать таким образом, чтобы она захватила эту аудиторию, и она начала эту новость распространять вокруг. И даже давая ссылки непосредственно на ваши СМИ, очевидно, что тот медиа-аутлет, он и выиграет. Ну, я надеюсь, что при этом, тем не менее, старый принцип лучше быть вторыми и корректными, чем быть первыми. Не ошибиться. Пока еще будет работать. У нас в гостях был Тимур Симфермулюков, пиар-директор компании «Мханет». Большое спасибо. Большое спасибо.